Готовятся господа Филипенко и Дега. Готовятся к бою Рюдигер и Фридрик. Внимание господа, поприветствуйте друг друга. И битва! Время пошло! Упорно, упорно, смотрите, бьет правую ногу, а попадает на голову при этом. Теснят, теснят. Такой хитрец. Очень токон, прижат, прижат к углу ресталища, но бойцы меняются местами. Я прошу господа маршала следить за тем, чтобы ресталище не сломалось у нас. Интересно, в какой-то век мы попали. Такое ощущение, что рыцарь с красным щитом забивает гвозди в коленную чашечку своего противника. Остановите! Стойте, стойте, господа! У нас боец запутался в ресталище. Стоп, есть еще 12 секунд у наших бойцов. Сейчас бой будет возобновлен. А я хочу напомнить всем ребятам, которые вот сейчас предвигаются прямо кристалища, что он может попасть прямо на вас. Как говорится... Вместе с рыцарем. Ребятам озверят. А, кстати, время пошло. Уже те 12 секунд уже идут. Да-да-да-да-да. Стойте, господа! Да что ж такое! У вас неудержимо тянет в эту степь, я не знаю, к этому борту. 8 секунд, дорогие друзья! Внимание! Битва! Стоп! Стойте, господа! Время вышло! Победу в этом бою одержал господин Филипенко! Его, собственно, и приветствуем. На аристалище вызываются господин Рюдигер и Фридрих. Готовятся по Таиренко и есть ванну. У нас, господа, прекрасная ситуация сейчас сложилась. Два рыцаря в доспехах 13 века будут биться друг с другом. И прекрасная дама еще один перстень выносит. Я считаю, что это самый красивый благородный жест сегодняшнего турнира. И бесспорно, господин Рюдигер, этот жест сегодня, как законодатель МОД, внес в нашу программу. Поприветствуйте друг друга! Я предлагаю поаплодировать еще раз самому куртуазному рыцарю!